Каждый будний день на Радио Калининград. Открытая студия. Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Михаил Дюков. Вы слушаете Радио России Калининград. И сегодня у меня в гостях народный артист России, директор Калининградской областной филармонии имени Светланова Виктор Васильевич Бабков. Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор Васильевич, буквально через несколько дней, 6 ноября, в Калининградской областной филармонии открывается фестиваль «Джаз в филармонии». Немножечко об этом. Насколько я помню, это в следующем году будет 20 лет. Да, совершенно верно. Уже есть определенный стаж у этого фестиваля. Тем более, что когда мы начинали, в ту пору это все ложилось на очень благодатную почву, потому что Калининград удивительный город во многих проявлениях, а также именно в плане джазовой музыки. Здесь великолепные джазовые традиции, достаточно сказать, что здесь работали выдающиеся музыканты. Работал такой джазовый коллектив «Арсенал» под управлением Алексея Козлова. Уже эта легенда. И очень много других выдающихся музыкантов. И здесь какое-то, знаете, такое всегда было настроение, именно когда этот жанр очень хорошо понимался, утверждался и во многом влиял именно на такой позитивный образ нашего региона. Немножко пройдемся по программе, которую зрители и гостей ожидают. Кто будет, кого не будет, кого, как говорится, дорого сердца представить. Все концерты, которые у нас состоятся в рамках нынешнего фестиваля, они очень яркие, очень представительные в плане именно вот авторитетнейших музыкантов. Но я думаю, что очень подробно рассказывать о народном артисте России Давиде Голощокине – это ярчайшая личность, именно обладающей такой уже сложившейся мировой высочайшей репутацией своим коллективом. Знаете, иногда журналисты любят задавать такие вопросы, а что будет новое в рамках фестиваля. Но здесь вот как раз и Голощокин принесет очень много необычного. Например, то, что он играет на многих инструментах, но главный, конечно, инструмент, который является уникальным – это джазовая скрипка. Это впервые в Калининграде, потому что скрипки есть разные для исполнения разного музыка, а это именно конкретно для того, чтобы воплощать, передавать именно этот джазовый стиль, это джазовое настроение. И поэтому Голощокин – единственный профессиональный музыкант, который играет на этом инструменте. Причем состав его коллектива, допустим, солистка Юлия Касьян, это его ученица, восходящая звезда российского джаза. И сам репертуар будет очень интересным и привлекательным, потому что прозвучат просто хиты, это и Дюк, и Лингтон, и Караван, будет и наша отечественная классика джаза предоставлена, и вокал, и джазовое сопровождение, потому что будут даже переложения в таком джазовом стиле поэзии Ахматовой, то есть шикарный вечер, прекрасное исполнительство именно на приоткрытие 6 ноября. Следующий у нас очень яркий гость – это, конечно, Сергей Колесов. Он уже, знаете, не просто здесь, он несколько раз выступал, а настолько себя ярко проявил и полюбился, потому что прозы, которые обсуждались очень живо после каждого такого выступления его на филармонической площадке, как вообще саксофон можно так использовать, что просто техника, которая труднообъяснима в плане вот этой виртуозности, подвижности, но все это не ради именно какой-то эквилибристики, а именно потому что это все именно передача, опять же, джазовых возможностей, технических возможностей этого инструмента. Это ведущий наш саксофонист Сергей Колесов, он будет выступать с концертом Духовым оркестром Калиградской филармонии. Это, в общем-то, наша традиция, когда возникают во время фестиваля вот такие творческие новые содружества, кроме того, что будет выступать этот наш замечательный гость Сергей Колесов, будут принимать участие и вокалисты, они тоже универсальные, они поют великолепно классику, они прекрасно исполняют академическую музыку и замечательно также владеют именно стилем джаза. Это Александр Дудницкий и Виктория Бобкова. Все это состоится с участием концерта Духового оркестра и прозвучит также популярнейшая музыка. Ну, например, я думаю, что нет, наверное, человека на планете, который не знает и не воспрянет при вот такой информации, если будут исполняться «Солнечные долины» из кинофильма. Также будет подзвучать король свинга, это Бенни Гудмен. И, конечно, будет также изучать музыка Гершвина и прочие-прочие выдающиеся такие сочинения, которые, конечно, очень яркие и которые мы называем джазовыми хитами. Ну, и, конечно, тут всех мы живем, кто любит хорошую настоящую музыку и джазу в том числе, это, конечно, 11 ноября. Это Даниил Крамер, Аркадий Шелклопер и контрабасистка Дарья Чернакова. Аркадий Шелклопер тоже неоднократно выступал, так же, как и Даниил Крамер на нашей сцене филармонической. Ну, могу сказать, что, конечно, Аркадий Шелклопер – это уникальнейшее явление мировой музыкальной культуры, которая владеет огромным количеством духовых инструментов и тех, наверное, которые крайне редко уже применяются или только используются за каких-то таких уже народов мира, и африканские, и азиатские, но практически они не применяются, вот широкого применения нет для них. Ну, вот как раз Аркадий, он возрождает и демонстрирует богатейшие способности тех музыкальных инструментов, что, собственно, каждый раз какое-то новое открытие. Крамер – одна из главных фигур российского джаза, и Чернакова – молодая, талантливая исполнительница, учащаяся в телевизионном проекте «Большой джаз» на телеканале «Культура» и прочее, прочее, прочее. То есть, это все то, что будет происходить у нас, конечно, именно джазовая музыка. Не приближенно, а именно вот чистота жанра для нас является чрезвычайно ответственным таким явлением. Друзья мои, напомню, сегодня у меня в гостях директор Калининградской областной филармонии. Мы говорим о международном фестивале джаз-филармонии, который пройдет в Калининграде 6 по 12 ноября. Виктор Васильевич, вот я посмотрел, что 6 ноября, потом будет перерыв, несколько дней, там что-то будет происходить? Или это так задумано? Разумеется, да, у нас, когда нет концертов джазового фестиваля, джазовой музыки, разумеется, в этот период у нас происходят концерты для детской аудитории, для поклонников другой, так скажем, музыки. Поэтому эти концерты будут, конечно, обязательно у нас осуществляться. И очень яркий концерт, безусловно, это то, что у нас состоится 5 ноября. Это выступление выдающегося пианиста современности, нашего отечественного музыканта Александра Гиндина. Лауреата множества международных конкурсов. И каждый раз, когда он подходит к роялю, инструмент оживает. Как можно, нажимая просто какие-то такие клавиши, заставить, чтобы великолепный наш Безендорфер начинал, кроме того, еще рассказывать человеческим голосом, если я говорю так образно, о том, что заложено композиторской мыслью, это, наверное, не так часто случается. Но Александр Гиндин, который будет выступать с Анной Ушаковой 5 ноября, а программа называется «Танцы в четыре руки», как раз уникальное явление для наших концертов. Тем более, что выдающийся музыкант Александр Гиндин сам выбрал Анну Ушакову, солистку Калининградской области, именно как фортепианного партнера, как участника дуэта. Они уже выступали. Надо сказать, что это взаимопонимание тоже явление высочайшей музыкальной культуры участников. Прозвучат музыка Стравинска, прозвучат музыка Бордина, ДБС, в общем, программа очень яркая. Возвращаемся к фестивалю. Заключительный день будет 12 ноября. Будет программа «Я буду петь тебе, как Фрэнк». Исполнитель Дмитрий Носков, вокалист. Он еще и сочинитель музыки, композитор. Из Москвы гость. Он выступает с инструментальным ансамблем. И, надо сказать, что, конечно, неподражаемый Фрэнк Синатра является кумиром уже многих поколений любителей хорошей, настоящей музыки. И вот как раз у Носкова получается не просто подражать, копировать, а именно передавать то богатство, которое заложено в сочинении исполнявшихся Фрэнком Синатрой. Красивый тембр. Яркая подача. Хорошо продуманная режиссура каждой песни, которая просто превращается в какой-то маленький такой моноспектакль, где раскрываются судьбы участников той или иной музыкального сочинения. То есть, этот концерт тоже мы ожидаем в предвкушении и большого такого истинного эстетического наслаждения. Ну и говоря о планах, я уже понимаю, что фестиваль не начался, но вы наверняка уже начинаете думать о следующем. Думаем о следующем. Да, безусловно. Ну, конечно, пока декларация о намерениях, я сейчас не могу точно называть всех исполнителей, но то, что мы начали перевести переговоры, безусловно, и причем подчеркиваю то, что все эти участники, коллективы, солисты, это высочайший уровень, это великолепный вкус, как раз играющий в том стиле, который мы можем называть джазом без какого-либо такого сомнения. Виктор Васильевич, почему нужно пойти на фестиваль джаза, джаз-филармония? Прежде всего, посещение филармонии становится очень престижным, потому что там такая атмосфера, которая предполагает праздничные ощущения, и, конечно, расширить свои познания, именно расширить спектр своих познаний именно вот в плане музыкальном, потому что ведь джаз и академическая музыка – это родственники очень близкие, и они друг друга подпитывают, обогащают именно в плане интонационном и гармоническом. Но главное, наверное, еще то, что джаз – это элемент хорошо запрограммированной свободы. Когда человек творит на сцене, осуществляется этот момент, и публика, аудитория, слушатели, зрители становятся соучастниками этого неповторимого уже чуда, конечно, этот шанс не надо упустить. Не надо ехать, лететь в Москву, в Петербург, в другие какие-то города, чтобы посчастливилось достать билет на концерт этих выдающихся музыкантов. Пожалуйста, приходите в Калининградскую филармонию. Никаких сомнений в том, что кто-то будет сожалеть о опасном потере на времени. Таких сомнений быть не может, потому что каждый концерт – это каждый праздник. Со своими особенностями, но что объединяет – это именно огромный такой позитив. Надо просто, знаете, иногда посмотреть в зрительный зал, как люди, как преображаются их лица, и, наверное, не только лица, а их мысли именно в сторону вот такого позитива, в сторону того настроения со знаком «плюс». Друзья мои, сегодня в гостях у меня был директор Калининградской областной филармонии Виктор Васильевич Бабков. Он рассказывал про фестиваль, который пройдет в Калининграде, джазовый фестиваль. С 6 по 12 ноября мы приглашаем вас всех в зал областной филармонии. Виктор Васильевич, вам удачи. Благодарю. Новых полных залов, новых программ и интересных артистов, которые будут к вам приезжать. Спасибо. А мы продолжаем далее. С вами был Михаил Дюков. Друзья мои, продолжается наш эфир. Вот несколько минут назад в студии был Виктор Васильевич Бабков. Он рассказывал о джазовом фестивале, который пройдет в Калининграде. Сейчас мы набираем Сергея Колесова в Санкт-Петербурге, и он нам расскажет свою версию того, что он представит 10 ноября в Калининграде. Набираем. Сергей, здравствуйте. Михаил Дюков, Радио России, Калининград. На связи. Сергей, с 6 по 12 ноября в Калининграде проходит джаз-фестиваль. Вы в нем принимаете участие. Какую программу вы везете? Да, 10 ноября в концертном зале филармонии у нас состоится совершенно потрясающий концерт. Под названием «Классика и джаз». И мы сыграем с духовым оркестром под управлением маэстро Виктора Бабкова и Романа Иванова. Мы сыграем два сразу таких центральных сочинения. Первое – это концерт Михаила Готлиба для саксофона с оркестром. Это один из первых концертов, который был написан для саксофона в России, в Советском Союзе. Он такой очень жизнерадостный, жизнеутверждающий. И написан был композитором уже на исходе его жизни. Но он такой очень юный, очень радостный. В общем, один из самых красивых, наверное, концертов для саксофона. И второе такое крупное монументальное сочинение – это голливудский композитор Джон Уильямс. Знаменитый голливудский композитор Джон Уильямс, который написал музыку к американскому фильму «Поймай меня, если сможешь». Это очень известный фильм с Леонардо Ди Каприо. И музыка к этому фильму использовалась. Та самая музыка использовалась, в общем-то, к этому фильму. А на самом деле это концерт для саксофона с оркестром в трех частях – джазовый концерт. То есть у нас такое будет пересечение. Но и саксофон, он вообще сам по себе такой инструмент. Даже в академической музыке он такой современный. Ну и в джазовой музыке, конечно, саксофон – это символ джаза. Ну, помимо всего прочего, в концерте примут участие еще Анна Ушакова, пианистка, Виктория Бабкова, Александр Студнинский. В общем, будет у нас очень классная программа. И плюс мы еще сыграем. Будет музыка Дершина из репертуара Клена Миллера, Бенни Гудмана – знаменитый джазовый кларникист. И даже музыка Арама Ильича Хачатуряна, советского армянского композитора, прозвучит в джазовой обработке. В общем, такая у нас интересная программа. А вы в Калининграде уже бывали, уже зал этот видели, слышали его? Да, я в Калининграде. Вообще чудесная наша встреча. Вообще в этом году начались. Уже первый концерт прошел весной в рамках фестиваля «Учитель и ученик», потому что этот год проходит под знаком педагога-наставника. И мы играли концерт вместе со студентом, с моим студентом Петерпургской консерватории. Он настолько прошел успешно, что мы сразу же сделали еще один концерт, который пошел летом уже в рамках летнего фестиваля. И он прошел еще более успешно. В общем, у нас есть сейчас уже третий концерт. Один из тех случаев, когда наши концерты идут один за другим. В общем, в этом году это уже третий концерт в Калининграде, но с новой программой. Поэтому мы, конечно же, ждем слушателей, ждем гостей. Вы так прям зажигательно и вкусно рассказываете. Прямо на позитиве живете. Ну, такая профессия. Хорошо. А профессия? Можно я задам вам два странных вопроса? Да, конечно. Как мальчик из Вологды стал преподавателем консерватории Римского курса в Петербурге? Раскройте секрет, чтобы все поняли, как это... Это очень долгая такая история, потому что, когда я окончил Вологодское музыкальное училище и поступил в Российскую академию музыки имени Гнесиных в Москве, я учился там в классе Маргариты Константинны Шапошниковой, которая является основателем класса саксофона вообще на территории всего Советского Союза. То есть до этого на саксофоне играли, но это было непрофессионально, и его не было в учебных заведениях. Она открыла класс саксофона, и для нее было очень много написано новых произведений. И, кстати говоря, тот самый концерт Михаила Котлиба, который он написал в 70-м году, прозвучала его премьера, эта музыка посвящена именно Маргарите Шапошникову, профессору, которого я учился, ну, как раз основоположник класса саксофона. Потом я выиграл ряд конкурсов, в том числе и всемирный конкурс саксофонистов имени Адольфа Сакса, после чего началась гастрольная концертная деятельность, которая касалась в том числе и Петербурга. Потом у меня, спустя какое-то время, поступило предложение возглавить класс саксофона Петербургской консерватории. И, в общем, я сейчас, можно сказать, на два города, и на Москву, и на Петербург живу, но больше я хожусь в Петербурге, потому что здесь огромная история, связанная с именем Иринского курса и Глазунова, который тоже написал первый концерт для саксофона, который мы, может быть, еще сыграем в Калининграде в будущем. Второй вопрос. Я правильно же понимаю, что вы будете давать концерт в свой день рождения? Мой день рождения через... В ноябре. Мой день рождения 12 ноября, ну, можно сказать, накануне дня рождения, да. То есть день рождения, Новый год, никакой разницы не играет? Вы работаете с удовольствием? Да, ну а что? Наоборот, наоборот, день рождения – это дополнительный повод для вдохновения и двойной праздник. Почему нужно сходить на ваш концерт? Почему нужно сходить на наш концерт? Вот приходите и узнаете. То, что я сказал, эта программа на самом деле уникальна, потому что она находится на пересечении классики и джаза. И вот еще очень важный момент – духовой оркестр. Духовой оркестр последние десятилетия, последние 10-20 лет совершенно пересматривается. Уже пересмотрелось вот это восприятие, поменялось восприятие духового оркестра со стороны слушателей, со стороны музыкантов, композиторов, исполнителей. Если раньше духовой оркестр, когда вы слышали про духовой оркестр, вы представляли, возможно, какой-то коллектив, который играет в парке, сейчас концертный духовой оркестр, понимание мировой музыки – это такая глобальная творческая единица, которая совершенно не уступает симфоническому оркестру, а в чем-то даже превосходит. Это касается отношений и композиторов, и инструментовок, которые они пишут для духового оркестра и солирующих инструментов. И вот в том числе концерт Готлиба, концерт Джона Уильямса, который мы сыграем, это совершенно что-то новое восприятие духового оркестра или солиста с духовым оркестром в привычном понимании слушателей. То есть это звучание духового оркестра сейчас – это что-то более праздничное, более богатое и намного более качественное, чем это было, скажем, много лет назад. Конечно, вот поэтому уникальность нашего концерта в том числе, помимо того, что я уже сказал. Друзья мои, напомню, сегодня у нас на связи был Сергей Колесов, которого вы скоро увидите и услышите в Калининграде. Сергей, спасибо, что ответили на мои вопросы. Удачи вам, новых концертов и полных залов. Спасибо вам и до встречи на нашем концерте 10 ноября. До свидания. Спасибо. До свидания. Друзья мои, в эфире был Сергей Колесов. Это участник жазового фестиваля, который пройдет 6 по 12 ноября в Калининграде. С вами был Михаил Дюков, и мы продолжаем далее. Каждый будний день на радио «Калининград». Открытая студия.